здравствуйте меня зовут татьяна и рада приветствовать вас на своем канале меня спрашивают и просят как там платье покажите платье знаете честно говоря вот будь моя воля на данный момент на данные секунды ощущения такие что есть какое-то дикое желание спрятаться в пещеру в какую-нибудь связать там платье постирать там на заре в ручье в каком-нибудь ближайшем выслушать на солнышке тоже пещере нарядиться выйти оттуда и типа так этому платью шкурит сто и совсем она не недавно связано ну как вы не помните 10 минимум я не знаю почему но мне такое прям желание всем кто когда-то вязал платье памятники при жизни ставить я человек связавший я уже не знаю сколько вещей в том числе и пальто вот что-то у меня с платьями не ладится я поняла почему мне кажется дело в длине солнце так тебя ждала а то скрылась мне кажется дело в длине и вот когда я вязала спинку дошла я до верха и понимаю что вот в чем именно дело а дело в том что мне или в пол надо я платье юбочки прям в пол еще чуть-чуть и подметаю или вот эта вторая длина она очень такая скользкая там 23 сантиметра ну меньше чем надо я вообще молчу это безобразие больше чем надо что-то крутится вокруг колен и вот больше чем надо уже не смотрится я призвала на помощь два своих платьишка одно серое но сейчас сохнет и даже не буду показывать ой извините а другое черненькая я имела неосторожность нарядиться в вегоневое пальто в нем теперь нужно чистить и вот эти платьишки у меня той длины 2 всего 2 какой мне надо она где-то в районе колен вот такая эта длина я говорю вот шаг влево шаг вправо будет не то поэтому я эту спинку вы знаете так долго вымучила остановилась с учетом того что вытягивается пряжа мне говорили уже из джемпера я сыну вязала и все поняла мне нужно где-то ну вы конечно свою сами длину выбирайте сколько я буду примерять сколько я буду еще убавлять надвязывать я понятия не имею мне нужно где-то в районе метра метр 2 то есть сто два сто три максимум сто четыре сантиметра но ведь это трикотажное полотно оно вниз и получается 106 108 а это уже не мое начинаю убавлять здесь все как-то прикладывание на разумение какое-то я в общем так решил я свяжу еще перец сошью боковые швы прям так хорошо сошью а верхушечку наживлю померю если что там может быть где-то что-то убавить какие у меня изменения значит это полотно уже по стираной высушенном мы помним мой рисуночек да но изменения какие не будет такой горловины горловина будет все ветер перемен подул здесь будет тоже резиночка здесь будет тоже резиночка такая же как здесь уже не нарисую красиво но не вот уж прям совсем без связано без забавления без прибавления мало того скоса на плечах будут их я уже сделал на спинке и больше ничего а впереди будет еще немножечко такое вот оставлю я несколько петель потом движу плечо одно движу плечо другое то есть чуть-чуть такой будет но у росток не росток рядочков 3 4 5 я все-таки сделаю то здесь будет такая же резинка как и здесь рукава может быть будет полностью резинка я пока на рукавами еще даже не думала хочу я вот так резиночку как бы тоже сделать здесь поменьше здесь побольше но может быть я очень высокую сделаю чтобы даже загибать и я пока руках не вижу хорошо хоть вот увидела перед и спинку значит где у нас мое платье с резиночки начала вязала 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 кто говорил что будет пузырь и никакого пузыря нет я даже тут углом не просто постирала и разложила у меня нет такой стяжки что после резинки полотно переходит пока она не было стирной так было после стирки все хорошо дошла я до верха и решила я верху сделать тоже резиночку как я делала плечевые окаты я взятила совершенно самоучка солнце первыми там где надо я не дошла 10 сантиметров один раз назад вернулась потом 10 сантиметров еще 10 10 петель и 3 раз три раза по 10 петель они доходила до края и вот она видно прям то же самое с другой стороны я может быть нужно было 10 15 20 петель может быть наоборот как-то побольше поменьше нас к середине не знаю я три раза по 10 дела и мне хорошо и вот такой у меня окат плеча он все пока не заметил но он будет не буду так торчать а чуть-чуть будет таким у меня есть то же самое я сделаю когда буду вязать переднюю часть единственная еще где-то наверное как-то пока трудности представляю оставлю наверное я передние петли честь вижу одну часть вижу вторую часть так я примерно представляю так что хотел сказать а хотел сказать про пуговички я разложить не могу но представляете вот она резинка здесь будут разрезы несколько сантиметров и то что будет по бокам пуговичка это факт это уже сто процентов слева и справа будут пуговички еще я хоть дальше идет резинка переходит лицевой глади так до конца идет хотел я на спинке тоже пуговички проложить и сделать это таким эффектом как на зеленом джемпере я ставлю скидку ссылку на зеленый джемпер у меня просто здесь поглубже планировалось изнаночные петли и суда красивые красивые пуговички действительно красиво действительно подходит но если это вязалось бы в одну ниточку да я этот образец так и не выбрасываю он у меня вот в одну ниточку так и присутствует может быть если еще пряжа останется скорее всего останется так переживала что не хватит вот когда связано в одну ниточку эти пуговицы они просятся они красивенькие они здоровские они к месту на полотне в две ниточки эти пуговицы тоже будут неплохо но явно не на спине здесь они смотрятся грубо поэтому от пуговиц на спине именно в этом варианте хотя я обожаю пуговицы на спине я отказалась но смотрите а значит вот у нас пуговицы будут разреза да здесь они будут к месту то есть две пуговицы у нас уже уходят слева и справа и если я ставлю плеч плечики вот такие здесь бы стыковаться с передом почему бы мне не сделать пуговицы это пока как вариант именно как вариант на одном из плече именно на одном вы помните да где то они там асимметрии где асимметрии там таня вот но это пока тоже на данный момент не больше не меньше на спине я когда-нибудь тоже свяжу если я выживу после одного платья то у меня будет второе и я от затеи пуговичек на спине не отказалась только немножко были бы другие пуговицы или бы другая ткань надо тоже чтобы ведь хочу хочу но чтобы еще так было и к месту правильно вот я стараюсь одним полотном показать вот ну представляете да вот это не из платьишко идет 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 переходит в лицевую гладь идет 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 вот и заканчивается тоже резиночкой нигде у меня не было ни петель плюс не петель минус и не убавляла ничего теперь моя задача связать перед будет ли вышивка а на лицевой глади я пока не могу сказать пряжа остается и вышить не трудно но если вы душа потянет если это будет к месту если это будет вы мете между то зовет что-то не зовет поэтому это все будет решаться по ходу я пока сказать не могу теперь моя задача связать такой же перед переднюю часть я единственно набрала чуть побольше на одну вот эту как сказать дорожку на 5 петель больше здесь три лицевых в окружении двух изнаночных вот на одну единственную дорожку все таки грудь меня как это сказать помягче требует еще 5 петель и чик хотела абсолютно думаю но спереди грудь сзади мадам сижу вроде равновесится не знаю и в конце концов я потом все-таки на 5 петель и чик перед хочу связать больше сколько ушло пряжа у меня на спинку вот 6 мотков 3 заход я вижу две ниточки 3 захода по 2 мотка осталось у меня прям вот они хотела и связать но уже вроде длина большая поэтому ну пусть тоже в районе 6 уйдет на перед вот как пока такой расход все потом скажу то есть я поняла что зря и кипишу и нет кило 100 я еще заказала но ничего из этого можно эти шикарные джемпирог мужской свальца коллекцию вещей своих посмотрим и я люблю вязать и не переживать что мне вот то не хватает что я приступаю к переду спиночка готова я вчера и постирала и чуть меня инфаркт микарда не было как говорят в растянулась в сыром в важном виде сантиметров на 25 вот еще чуть-чуть и в пол думаю надо распустить вот тут довязать ишь пусть будет это в пол но модель то она не совсем не в полный там же надо другие вещи то и маленечко пожмакала в полотенце горы успокойся сейчас все высохнет и потом будешь решать сколько сверху взять но сегодня к родителям сбегала прибежала смотрю как-то все вы знаете я вот этот метр замусолю уже до такой степени что дальше некуда я и примеряю имя я поняла только одно пока я не свяжу два полотна и не примерю я не решу сколько здесь и чего потому что по тяжести он еще вроде пока пока лежит да то что мне надо вот метр с небольшим где-то граметр два метр четыре вот больше мне не надо но это исключительно сапожками с туфельками не идет между другая модель но она зимняя это будет сапожочки вот и поэтому я вот поняла одной за длины и за бегущей плавающей длины я и не вязала наверное платье вот она меня родимая чуть-чуть и уже не то уже с ними не позорься мне нужно в длине выстрелить в длине то именно что нужно поэтому сейчас вижу переднюю часть соединяя боковые швы подрабатываю корректирую верхушечки поэтому вы меня пока не спрашивайте где платье что платье как платье платье пока так как есть я потом когда будет что показать наверное уже на рукавочках я с платьишком выйду а пока вот так я в таких творческих муках и именно от этого меня и процессы другие появляются я человек одного процесса почему я прыгаю бегаю на другие потому что как-то с пробуксовка идет редко мне это бывает но если этот путь пройду потом уже все у меня будет платьевый бум какой-нибудь это думаю долго думал снимать это видео или нет но очень много вопросов поэтому как там дела с моим платьем а вот так платье рождается рождается в творческих муках я от своего не отступлю у меня платье будет и пусть беру первый будет наипростейший я его обязательно чем-то обыграю вот но но надо мне пройти этот векон порог рубеж надо поэтому медленно но верно вяжется и обязательно свяжется и будет замечательным и прекрасным а иначе я не я поэтому творите и пусть у вас все получается пусть вас не пугает какие-то трудности преодолевайте их с легкостью и творческим подходом все вам самого доброго до новых встреч